всем привет добро пожаловать на канал талия 60 это мой канал вышивки и рукодели меня зовут наталья и сегодня у нас пойдет речь о таком ярком событие которое я думаю ждет каждая вышивальщица ну может быть не каждая но очень многие вышивальщицы ждут это конечно же формула рукоделия в этом году формула рукоделия получилась такая неоднозначная из-за скандала ну я думаю что те кто в теме знают это скандал с qr-кодом те кто не знает сейчас объясню значит формула рукоделия должна была пройти как обычно осенью но за неделю ну чуть больше недели организаторы набили о том что для входа на выставку необходим будет qr-код либо тест пцр и все конечно же забунтовались потому что были люди которые ехали из других городов и они не понимали как это вообще возможно в общем было много очень ссор и споров дошло даже до того что в конце концов люди приезжали и узнавали на месте о том что нужен qr-код но это странно потому что мы все как бы сидим в инстаграме в интернете ну может быть не все сидим инстаграме по крайней мере когда заходишь покупать билеты на выставку там где там было объявление ну не знаю ладно не суть короче не буду сейчас уходить в эти дебри на факт в том что это усложнило многим людям поход на выставку понятно да как бы я была в их числе и когда я узнала об этом я поняла что на выставку я не пойду то есть я сразу же поняла что на выставку не пойду поскольку мне нет прививки сдавать тест это проблематично и дорого ну то есть равно это какие-то лишние телодвижения и понимаешь что на формулу ты же идешь нефтеатр до идешь туда что-то покупать и соответственно там еще какие-то деньги тратятся поэтому конечно это в какое-то замешательство ввело всех вышивальщиц многие вообще решили это бойкотировать но как бы я расстроилась очень потому что я очень-очень ждала эту выставку я просто грезила ей еще с лета я прям мечтала мне пойти очень сильно расстроилась но позже организаторы выложили объявление о том что за небольшую стоимость можно будет сдать пцр тест это такая как да ну скажем тогда ну тысячи рублей это бы стоило и это не так уж и дорого как мне кажется то есть в принципе это адекватно и если есть очень большое желание посетить выставку то почему бы и нет я в какой-то момент подумал что я все равно не пойду что меня это смущает но в итоге я все-таки не смогла устоять потому что я видела кто приедет на выставку и очень классные были стенды я решила что я все-таки пойду и подумала гарену все огнем я пойду я хочу я об этом мечтала все я заслужила в конце концов и все таки я решила пойти до посетила я выставку с мужем он не увлекается конечно вышивкой рукоделием но тем не менее немножко тоже так со мной побыл что-то ему было интересно смотреть но в основном конечно не очень вот но не суть значит я покажу сейчас что я приобрела на выставке у меня были довольно скромные покупки и я также в конце видео вставлю кусочки что я поснимал в этом году я даже немножечко снимала поэтому до выложи покажу вам что понравилось и так далее самое классное конечно было это то что на стенде надежды григорьевы всем известного дизайнера я повстречала лилию вот тоже я думаю все знают блогера этого очень известного и дизайнером как бы лицом к лицу мы встретились они меня узнали 0 или меня узнала это было так приятно потому что меня первый раз кто-то узнал а тем более я была в маске куда ну то есть это очень приятно прям вот вообще классно мы сфотографировались и я продолжила свое путешествие по формуле рукоделия это было очень классно стенд кстати интересный очень было приятно увидеть эти вышитые работы вживую я вышивала на джокер от надежды григорьевой и надежда была как раз таки в куртке с джокером и в футболке с джокером уже более новой версии и это просто вообще-то настолько круто выглядит я жалею наверное что я не вышел тоже на черной джонсовки потому что это выглядит очень эффектно классно да и приятно было конечно безумно сразу скажу что я получила огромное удовольствие от формулы рукоделия это было классно я вообще ни на секунду не пожалела что я пошла и так же я скажу что я думаю что все кто приехал бы неважно там как у него была ситуация с тестом с тестом я думаю что все смогли бы пройти вопрос решался как бы там ну то есть короче было бы желание как говорится все давайте я начну показывать вам покупки потому что уже наболтала на 5 минут и так первое что конечно я узнала что на выставке будет присутствовать стенд sunflower house и я просто сломя голову побежала в первую очередь туда потому что я видела в чате что девчонки скупают тканью не знаю я просто им написала слушать его перестаньте хватит еще хапать оставьте что-нибудь мне поскольку у меня была возможность пойти на выставку в субботу а девчонки ходили на четверг и пятницу и там просто снесли все ткани но все же мне кое-что досталось так я сейчас покажу значит первое что я выбрала это вот такая вот ткань и нитки я тоже взяла часа них тоже скажу вот такой кусочек не маленький он не смотрите что здесь написано здесь 68 на 98 но мне отрезали половину как бы от этого куска мне очень нравится эта ткань вот посмотрите это сороковой каунт а и она такого очень интересного цвета вот камера его передает более таким грубоватым чем он ей знаете напоминать немножко грозовое небо в котором слегка как бы вот закате что ли где есть просветы такие то здесь такой розовый оттенок такой серо какой-то сизый такой ну то есть она такая сложная очень очень она мне понравилась вообще взяла я ее для одного сюжета конкретного но я пока не буду ничего говорить потому что я не уверена буду или я на этой ткани вышивать конечно мне бы хотелось но когда придет схема я сказала схема там тоже все покажу расскажу поподробнее просто сейчас не буду это все как бы ну загадывать наперед потому что все может измениться я могу передумать ну вы понимаете как это бывает вот такой вот классный кусочек ткани мне достался безумно мне понравился цвет она такая прям классный я на таких вот необычных еще не вышивала ну то есть можно сказать что это будет первый такой опыт конечно же она для сэмплера будет использоваться эта ткань ну посмотрим посмотрим что из этого выйдет короче говоря вот такой кусочек я отхватила хотелось мне чего-то поспокойнее каких-нибудь бежевых тканей но к сожалению там же остались только такие прям воспоминания то есть маленькие кусочки поэтому я не успела ну да ладно вот сейчас покажу нити буду их так власть нитки там прям в огромном количестве бери не хочу один моточек стоит 50 рублей в принципе как и диме си я забыла какую нитку они окрашивают да мне наталья сказала но я забыла общем ладно неважно так значит вот такой взяла они все имеют очень очень плавные переходы я уверена что эти нитки мне пригодятся для сэмплеров потому что у меня часто бывает такое что например ну мне не хочется покупать дорогую нитку а и можно спокойно заменить я думаю что они мне в этом смысле послужит очень хорошо вот такой зеленый цвет он довольно популярен бывает в разных сэмплерах и думаю тоже пригодится вот такой вот более бирюзовый зеленый тоже почему нет то есть всегда такие довольно универсальные цвета еще взяла вот такой вот камера его вообще не передает почему-то желтый на самом деле он такой бежеватый бежеватый коричневый классный тоже цвет решила взять один такой поярче он малиновый ну точно камере он ярче чем в жизни жизни поспокойнее такой вот красноватый ну красновато-коралловый что ли вот такой вот цвет также оранжевый взяла оранжевый тоже пригодится потому что сейчас осень всякие тыквы ну или не обязательно сейчас но на будущее взяла вот такой голубой он тоже он имеет прям едва заметные переходы но это все прикольно очень смоется и конечно смогла я уйти без сиреневого это очень любимый мной оттенок в принципе вообще вообще и во всем и поэтому вот так кто вышивал этими нитками от sunflower house напишите мне что как вам понравились они не понравились но на ощупь они очень очень мягенькие прям мягкие такие приятные поэтому как начну что-то вышивать обязательно вам расскажу попробую но выглядит это не очень классно мне очень нравятся вот эти вот мягкие такие переходы едва заметные это классно ну вот набрала себе такой вот всякой всячины дальше у меня был второй заход то есть я вот сначала взяла ткани с нитками потом второй раз вернулась и взяла еще несколько ниток и также я приобрела вот такой прекрасный такую прекрасную игольницу у меня вот здесь вот как раз стоит шкатулка знаменитый от санта лафас и давно покупала тоже на формуле рукоделия и мне здесь очень нравится то что посмотрите как здорово вот это вот ну как дефект что ли дерево ну прям очень мне нравится в этом что то есть знаете как будто вот дефект на самом деле мне кажется это изюминка вот так вот все это сделано покрыто каким-то лаком глянцевым и она такого цвета вот если сравнивать со шкатулкой она такая холодная серая очень классно выглядит здесь мягкая подушечка также взяла я три пина а там же на месте очень долго мы с мужем вместе выбирали спорили какие взять в итоге я выбрала череп чашечку и муж сказал что надо брать вот этого вот парня обязательно потому что он прикольный ну взяли вот это вот стекло кстати насчет пинов я хочу сказать что вот у меня есть пины от кайдиса хэнд хэнд крафт по моему называется вот такие вот пины у меня есть который да вот сфокусировалась и у них длинная игла и у них есть такая закрывашка у меня про сейчас нет ее под рукой они сделаны очень-очень качественно посмотрите как здорово все это выглядит и к сожалению я не могу сказать того же про эти пины при том что цена у них одинаковая плюс-минус да там ну то есть в районе 500 рублей но по качеству к сожалению они не сравнятся первых здесь вот видите иголки короткие ну я не знаю чашечка это очень мне нравится она прикольно но в принципе вот туда череп тоже классный ну как бы мне кажется это обыкновенные иголки швейные то есть не для пинов вот здесь до иголка уже такая более длинная но все равно она без вот этой закрывашки на конце как я поняла то есть ну да вот и это конечно не очень круто но в целом они мне нравятся но честно я скажу что для такого вот качество это все таки дороговато но я взяла потому что я уже туда пришла я уже хотела это купить да и все вот я взяла но они не все по 500 рублей вот этот по моему 300 чем-то ладно короче я не буду сейчас вдаваться в подробности в эти но скажу что такой вот есть такой момент и он меня немножечко смутил пусть я не скажу что я прям там мне не понравилось или какие-то я не жалуюсь да раз я купила знать мне нравится но все-таки меня этот момент смутил вот так скажу но игольница просто супер вот вообще обалденно мне безумно нравится я не оставлю наверное и и такой ну то есть пока я ее оставлю она будет у меня вот так как есть так есть но в будущем я обязательно вышью сюда что-нибудь и оформлю красиво какую-нибудь вышивку такое вот классное приобретение я очень довольна рада что купила поставим вот сюда сфокусируем едем дальше так дальше я покажу в принципе из вышивки это наверное для вышивки это наверное все да как ни странно просто помимо выставки я еще заказала на 1 2 3 стич поэтому сильно не стала прям гулять она и также я скажу что ничего так уж прям сильно меня не зацепило и ткани сейчас я стараюсь покупать под конкретные какие-то сюжеты то есть я не покупаю а бы вот просто чтобы они у меня были нет и так не делаю потому что я покупала и в итоге они у меня лежат и приходится равно запас также я попала на стенд который я совершенно не помню как называется вообще просто шла мимо случайный и а кстати может здесь вот название нестандартный размер паспарту нет ничего здесь нет ну в общем вот такие паспарту они как-то прям совсем недорого стоили я взяла две штуки вот такое паспарту отлично подойдет камеру хиллу извините что отсвечивает просто да я снимаю при искусственном освещении мне кажется что с мелхиллом будет очень классно сочетаться особенно с каким-нибудь зимним это вообще будет обалденно здесь размер 16 на 15 и мне кажется что надо может быть с боков там или снизу сверху будет чуть чуть больше пространства но в целом это очень прикольно будет выглядеть такой вот паспарту думаю она мне пригодится взяла и также взяла еще одну паспарту вот такое тоже очень красиво посмотрите с дорисовкой такой вот классно выглядит стоило тоже совсем недорого решила почему бы нет пусть она будет выше сюда что-нибудь кстати может быть зимняя кого-нибудь снеговичка может быть что-то такое более готичная посмотрим но хорошие паспарту мне очень понравилось решила взять и пусть она будет все равно что-нибудь до оформиться так дальше я покажу ткани когда еще несколько у меня магнитиков что я хочу сказать обычно я побольше покупаю но я поняла что мне не нравятся магнитики которые такие под надоели что не то что не нравится короче я взяла в этот раз только керамические так вот здесь у меня даже есть визитка поэтому я думаю вы сможете понять от кого это над магнит взяла вот такой магнитик он керамический с таким вот оттиском как бы виде розочки и покрашен давайте я достану из пакетика потому что так ничего не понятно все отвечивает значит вот так вот выглядит и он покрашен какой-то перламутровый да какой-то блестящий краской я этого сразу не увидела в целом не критично конечно но я бы не стала этого делать все таки без вот этой краски выглядит как-то более стильно и он такой на ощупь шершавенький когда без краски так я сейчас вам покажу я просто взяла на стенде я вышиваю вот такой вот магнит написано ольга князева увидите вот я такая дикой с кем не общаюсь и поэтому и никого не знаю вот я всегда у них на стенде покупаю магнит к каждый год когда захожу мне от них есть керамическая кошка черная тыква у меня есть от них у меня также есть еще тоже с таким оттиском магнит керамические вот я взяла еще один не очень очень нравится он вот у него такая текстура шершавая приятная и вот этот листик кленовый классно посмотрите как стильно это смотрится особенно на сэмплера ход я сейчас вышиваю танец морриса и он прям обалденно там ну вот выглядит а здесь вот видите из-за того что вот этот блеск добавлен ну как бы в целом ничего но наверное не стоило этого делать потому что ну потому что как-то это немножечко как будто фортит и очень классный хочу сказать так как бы что отметить что он прям смотрите как ножницы держит очень крепкой прошу прощения очень крепкий магнит прям мне нравится но в общем классные магниты в любом случае конечно же я ими буду пользоваться и вам рекомендую заказывайте если вам тоже понравились ну вот прям красота так дальше я покажу вот такие штучки взяла но я всегда когда иду мимо что-нибудь такое хватаю здесь у нас вот клубнички такие виноград морковка такие вот весельки все равно они ну где-нибудь да пригодятся не такие не супер дорогие это же их взяла также вы видите у меня ткань вот такую взяла для своих сумочек вот такой вот хлопок также взяла где брала щас не вспомню потому что брала ту 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 там короче вот такую вот ткань хлопковую взяла вот это розовая вообще классная такая нежная так дальше и я вообще давно ищу что-нибудь хэллоуиновская плане ткани не знаю зачем ну вот пусть чтобы было и тут я иду мимо стенда мир шитья и вижу вот такие вот классные ткани вот здесь у нас хэллоуин посмотрите какая прикольная эта ткань и у нее очень классное качество это хлопок стопроцентный мне очень нравится вот это вот качество антка плотненькая хорошенькая и к ней вот как компаньон взяла вот эту что буду шить я вообще ума не приложу пока но обязательно что-нибудь сошью потому что ткани обалденные и ну кстати можно какую-нибудь коробку текстильную шить хэллоуину и туда вот складывать всякие тыковки ну для хранения в общем вы поняли прикольно будет ну не знаю или что-нибудь еще пока подумаю может ну может быть не в этом кстати году буду шить не думаю что вы заметили у меня все такое осеяние такое уже до хэллоуиновская вот а также на стенде мир шитья я мне дали вот такой вот металлик от модель и в подарок ну знаете очень приятно пригодится в каких-нибудь тоже сюжетах где можно заменить ну вместо кренника в общем использовать эту нитку она прям прикольная мне понравилось дальше также заходила на стенд авторские схемы ершовой оксаны мне дали вот такую карточку мне там очень понравились снежинки на пластик на пластике основа из пластика и вышивается снежинка она двусторонняя и у них висели они на стенде у меня видео будет антики прикольные там какой-то гномик с бородой в общем ну так такой пушистенький очень здорово придумано но к сожалению у них уже не было основ остались только схемы а я не хотела покупать отдельно ну в общем вы поняли да потом еще искать основу заморачиваться здесь вот такая схемка на этой карточке но ее просто дают в качестве визитки кстати вот ну типа вот такого плана вот эти снежинки мне понравились но только ну вы поняли снежинки вот здесь кому будет интересно все как можно связаться с автором ну вот кстати такой листочек выше тоже прикольно в какую-нибудь игольницу оформить приятно так и также я взяла вот таких две кисточки для своих всяких и текстильных штучек и собственно на этом все мои покупки заканчиваются но все равно вы знаете я пока ходил у меня было ощущение что я все скупила да но на самом деле мне очень многое понравилось также скажу что мне понравился безумно у rto набор который называется что-то там театральная бла-бла-бла не помню в общем там коричневый в коричневом костюме волк и красная шапочка красная шапочка в такой в таком синем платье этот сюжет просто покорил меня но к сожалению сюжеты наборы закончились на стенде rto поэтому я когда мы возвращались домой прямо сразу в интернете заказала этот набор он настолько сильно понравился там такая основа нереально классного цвета такого кофейного и фото вообще не передает вот правда я когда увидела вот у rto этот отшив на стенде я просто сразу влюбилась очень классно также мне очень понравилось вот это вот это вот этот сюжет я сейчас вам покажу здесь в каталоге потому что ну чтобы понимали о чем идет речь так это у нас это я показываю как пазл у меня просто будет дальше видео чтобы поняли кто был на формуле там на стенде панна были вот эти вышивки был вот этот сюжет я сейчас как раз прослушала книгу стивена кинга которая называется страна счастья и там как раз речь идет о таком то есть о такой как бы ярмарочном таком парке аттракционов и сразу вспомнила очень классная сюжет мне безумно он понравился но он большой и конечно я его не буду вышивать но любовалась я им с огромным удовольствием все на этом покупки мои закончились я хочу сказать еще также что до формула рукоделия классная но есть некоторые моменты конечно которые меня смущают это то что очень много чего повторяется например вот те же самые магнитики пины то есть у многих будто бы как будто бы авторы немножко друг друга копируют то есть вот это вот как-то чувствуется я не могу ну не знаю как объяснить но это немного смущает потому что ты идешь все-таки на формула для того чтобы увидеть что-то такое ну да увидеть творчество и увидеть какую-то индивидуальность но есть такая штука что как будто это индивидуальность немножко под растворилась в целом мне меня это не расстраивает да я понимаю что все хотят заработать это нормально абсолютно но вот такая вот прослеживается вещь на самом деле я честно скажу я минусы не сильно замечала и уже позже позже когда до вчера мы ходили уже такая немножко эмоции поугасли я так уже холодным умом обдумала как все прошло и поняла что все таки конечно формула действительно меняется и она очень сильно отличается от той какой она была там четыре года назад или когда вообще в первый раз пошла но несмотря на это я все равно с удовольствием там побываю и в любом случае впечатлений хороших в миллион раз больше чем каких-то может быть мелких недочетов очень классная экспозиция была на третьем этаже там были сэмплеры я тоже вставлю это в конце видео и полюбоваться ими было очень интересно и приятно нереальные работы не представляю как человек это вышел за все время ну супер вообще все я сейчас с вами прощаюсь и дальше у меня будут кусочки я сразу скажу что ничего сверхъестественного конечно я не покажу но это формула моими глазами поэтому наслаждайтесь просмотром и до сли до встречи следующих видео обязательно подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайк и всем пока и вот как раз мы видим первое первый стенд который я посетила это игрушки разные разные но не совсем моя тема но вот эти снежинки они мне очень понравились такие милые очень симпатичные вещицы но как я уже сказала мне не досталось потому что уже все раскупили вот этот стенд интересный я не помню как всегда название не обижайтесь здесь такие даже буклетики продаются классные сэмплерами и мой взгляд очень притянула вот эта картина это маргарита была дальше у нас такая елочка на стенде уже фанна это кварц ну все такое довольно таки не совсем моя история вот здесь вот очень красивые вот эти все стеклянные штучки но цена если честно какая-то там кусачья поэтому мне понравилось но я не купила дальше идет панна вот елочки почему-то две одна побольше другая поменьше на почему-то они решили так выпустить уже новогодняя тематика пошла потихоньку все равно интересно посмотреть что новенького и недовольный котик вот эта работа как раз о которой я вам говорила новая думаю все ее заприметили я как раз читала стивена кинга и безумно мне понравилось она прям такая атмосферная классная но вышивать ее наверное не буду тыковки конечно очень милые это наборы как я поняла тоже интересные вещицы тыквы всем понравились мне кажется здесь у нас уже пошел овен насколько я помню но это не точно ну да это по-моему овен и ну красиво все это смотрится но для меня конечно не совсем мое но я знаю что многим нравится мне на самом деле нравится как выглядят здесь эти картины посмотрите какие подсолнухи шикарные очень классные проработки я считаю овна просто не совсем мой стиль но тем не менее мне безумно понравилось а вот сейчас будет олень солнце посмотрите какая невероятная работа но на камера совершенно не передает это солнце но живое то есть ощущение что ты действительно стоишь там в лесу и видишь вот это солнце это просто потрясающая работа очень реалистично классно это очень классно да ну и тут всякая природа котики на природе отдыхают здесь у нас уже гела это тыквы тыквы снова тыквы ну понятное дело ведь осень и вот эта работа мне напомнила димэншинс и цена как бы такая удивительная для меня здесь у нас розы идут мы довольно таки банально но симпатичные мне понравилось вот это вот ну советские автомобили можно мальчику в комнату например да и мужчине в кабинет там ковбои у нас уже не совсем моя история такие симпатичные котики вот эта работа мне тоже понравилась какому-нибудь палеонтологу можно вышить также здесь у нас насекомые грибочки в целом эти грибы кстати здорово смотрятся особенно если оформлять подушку такой вот интересный маленький стенд привлёк мое внимание здесь различные вот такие вот броши с объемной вышивкой очень-очень такие милые все такой стиле шиби шик я покоя очень люблю такая красота и также мне понравились куклы тильда которые висят вот с крылышками они милые я тоже хочу попробовать такую шиби меня привлекли это реолиз реолиз в последнее время меня совсем не радует какая-то странная вышла работа и она вся ну в общем она какая-то знаете как будто бы ее трепали коты здесь у нас такие симпатичные горшочки с томатами ну классная кстати вот эти вот работы можно на кухне то есть они симпатичные будет выглядеть и сэмплер здесь мне просто понравилось оформление вот этих работ это стенд багетной мастерской какой я конечно же не помню но мне очень понравились вот эти оформлены то есть как оформлены дать очень красивый багет там быть медведь такой прям классно это работа очень прикольно необычная пока это rto не очень этот котик кстати нравится который сбрасывает герань вредина такой и вот как раз про эту работу я говорила я заказала на порт потому что не достались уже эти ребятки на стенде но я заказал и вот эта работа понравилась мне нужно мне тоже она нравится меня не буду расшивать это стенд надежды григорьевой на этого гарри поттера я давно смотрю не решаюсь вообще у нее классный стенд работы просто потрясающе было классно видите в живую много ярких таких сочных работ мне очень нравится то что она делает это единственный для меня значимые авторы схемы создает на этом стенде симпатичное оформление меня привлекло там миробилия была и мне понравилось как оформлено дать эти тетинки от rto вообще не знаю что это за стенд вот они такие классные тоже буду вышивать ну конечно вот эта мерадика она здорово оформлена хэллоуин все дела то что я люблю вот эту я работу раньше не видела даже не знаю кто автор вот это здесь у нас деревяшки по моему это нео крафт и для меня ну как то ну симпатично но ничего особенного меня не зацепили здесь у нас авторские схемы пошли вот эти коты интересные очень такие работы конечно необычные но мне такой мне очень нравится смотреть на них но я не вышиваю авторские работы сова вот кстати как живая вот еще это авторские схемы очень милая серия с котиками здорово просто для меня авторские схемы они как бы замороченные я по этому не берусь ну не моя просто история вот эта ведьмочка конечно шикарная рамка кстати мне понравилась у нее это форест мейс мне девчонки на стенде подсказали да такие очень все разные работы коты шикарные вообще волшебные такие шляпа с тыквами ну тыквы котики это все я очень люблю но не вышиваю вот как раз и стенд форест мейс в этот раз я ничего не приобрела у них как то вот не знаю не зацепило ничего хотя вот эти магнитики с тыквами довольно симпатичные у меня есть от них бобинки я ими редко редко пользую на этом стенде меня привлек конечно же дин винчестер из сериала сверхъестественное мимо него невозможно пройти очень шикарная работа моему мужу понравился чужой но сказал что уже где-то видел ну и дальше будет экспозиция сэмплерами поэтому я замолкаю а вы просто наслаждайтесь а вы просто все а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует... Продолжение следует...